Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире. В ближайшее время в Тавуши ожидаются важные события. Если он отдаст эти земли, откроется дорога в Ереван. Жители Воскепара обращаются к власти Восточной Армении. Дискуссия в Сенате Бельгии, посвященная Арцаху и Армении. Армения для России даже более, чем братская страна. Дмитрий Песков. В одной из деревень провинции Карс выплыл двухметровый снег. Гроссмейстер Шан Сарксян вышел победителем гран-при Бухареста по Рапиду. Интересные эпизоды из жизни Аиды и Шарля Азнавура получили дыхание в спектакле «Ахпарикас. Одиссея Азнавуров». В ближайшее время в Тавуши ожидаются важные события. Сдача сел Тавуши может создать для Баку плацдарм для дальнейших боевых действий. Сдача сел Тавушской области приведет к тому, что под угрозой окажется вся Восточная Армения. Уже ясно, что Баку любой ценой стремится завершить геноцид, осуществляемый в отношении мирного населения Армении и государственную политику, находящуюся в глубоком противоречии со всеми принципами международного гуманитарного права и общечеловеческими ценностями. Катастрофическая ситуация, сложившаяся в Армении в результате проводимой Баку политики этноцида, с каждым днем усугубляется. Повторяют программу Арцах-2. Под реальной угрозой жизни сотен армян-тавушцев, преступная власть Баку, воспользовавшись сложившейся благоприятной для нее геополитической ситуацией при молчаливом согласии или публичной поддержке почти всех государств мира, грубо нарушая положение устава ООН, основные права и свободы человека, игнорируя решения международного суда и европейского суда по правам человека, последовательно проводят в Армении политику этнической чистки и геноцида. Это преступление международного значения сопровождается явными проявлениями расовой дискриминации, армянофобии, ксенофобии, неприкрытым уничтожением или присвоением духовного и культурного наследия. В данной неопределенной ситуации жители Тавуша намерены стать пионерами. Волна общественного недовольства начнется именно с Тавушской области, затем распространится на другие области и Ереван. Как передают наши источники, акции непоминовения общественности намерены взять в свои руки предстоятель Тавушской епархии, его преосвященства Баграт Сарпазан и предстоятель Ширакской епархии архиепископ Микаэл Аджапахян. Быть приграничными для нас было гордостью. Мы охраняли границу нашего села, нашего государства. Об этом журналистам сообщил Нарек Саакян, житель села Баганис. Насколько прочной была граница, настолько государство было безопасным и защищенным. Чем больше мы будем слабыми как внутри, так и снаружи, тем больше границы страны будут находиться в неспокойном полувоенном или военном положении. К сожалению, мы живем на этом этапе. Житель Воскепара Нарек Бегларям подчеркнул, на границе стоит церковь 7 века. Это подтверждает то, что когда мы основали здесь деревню, турков здесь вообще не было. Отдать столько туркам – это величайшее неуважение. Цель турок – убивать армян, говорить с турками на языке мира невозможно. Если ты думаешь, что вверху и внизу находятся азербайджанские земли, так у нас тоже есть земли под контролем Азербайджана. Требуй свою землю. Он не требует, он идет на односторонние уступки. Кого он пытается запугать войной? Нас, которые видели войну с рождения. Невозможно нас этим запугать. Он не дает никаких гарантий, что после передачи этих четырех деревень наше население будет жить с ними в мире. Это невозможно. Разве после всего этого я могу сказать, что он премьер-министр моей страны и я его уважаю? Нет, я его не уважаю. Очнись, пока не стало слишком поздно. Пока этот участок земли, северные ворота не отданы. Если отдаст, то откроет дорогу в Ереван. Невер Бегларян считает, что цели Баку очень опасны. Он говорит, отдай мое и не требуй своего. Постоянно уступать вводит людей из себя. Непрерывное отступление в 1918 году привело к Сардарапату. Пусть на этот раз его скейпар станет концом отступления. Башинян представил, что мы обязательно должны пойти на уступки, иначе Азербайджан нападет на нас, если мы не будем благоразумны и Турция тоже нападет. Также сказал, что мы откроем новый путь, который невозможен. Если будет нужно, мы проложим туннель. Уместно напомнить, жителям Тавуша республика Западная Армения готова бороться за права тавушцев. Западная Армения готова защищать каждый дюм армянского мира. В Сенате Бельгии 25 марта состоялся круглый стол на тему геополитические развития на Южном Кавказе в фокусе Армении и Арцах, целью которого был анализ развития событий на Южном Кавказе с сентября 2020 года, арцахский конфликт и стоящие перед Восточной Арменией вызовы. Основными спикерами круглого стола, проведенного по инициативе Европейского комитета, выступили председатель Комитета Федерального парламента Бельгии по внешним связям Эльс Ванхоф, аналитик международных переговоров, соучредитель института Клингендаль Пол Мерц, политолог Бениамин Погусян и экс-омбудсмен Арцаха Герамсте Панян. В круглом столе приняли участие и другие бельгийские политики и общественные деятели, представители армянской общины Бельгии, а также других меньшинств. Дискуссию за круглым столом ввел бельгийский сенатор, глава Межпарламентского союза с Арменией и Грузией Марк Демесмайкер. Экс-омбудсмен Арцаха Герамсте Панян подчеркнул необходимость проведения подобных обсуждений на европейской площадке, с сожалением подчеркнув, что вопрос возвращения арцахских армян недолжным образом стоит на повестке дня и нужна помощь международного сообщества в этом вопросе. Наши права имеют только финансовый аспект. Нам важно с достоинством вернуться в свои дома и сохранить свою идентичность, добавил Степанян. В ходе сессии вопросов и ответов был подчеркнут тот факт, что в нынешнем геополитическом контексте необходимо любой ценой предотвратить бакинскую тактику салями усилить армянскую армию. Армения и Россия остаются братскими странами, несмотря на некоторые сложности в отношениях. По мнению Дмитрия Пескова, Армения для Российской Федерации даже более чем братская страна, несмотря на то, что две страны сейчас переживают достаточно непростой период в отношениях. Дмитрий Песков также отметил, что экономическая активность этих армян, граждан Российской Федерации, до сих пор дает очень большой процент в совокупном бюджете Армении, до нескольких миллиардов в год. Надеемся, что в Ереване возобладает политическая воля на продолжение развития наших отношений, и мы через этот сложный период успешно пройдем, отметил Песков. В результате сильного снегопада и метели в селе Гюльбаш Сусусского района провинции Карс дома жителей оказались под снегом, дороги стали непроходимыми. Отмечается, что высота снежного покрова достигла двух метров. Мы ждали весны, но снова наступила зима, отметили местные жители. Температура достигает минус 7 градусов, и осадки в высокогорных районах с небольшими перерывами все еще продолжаются. На дорогах были проведены работы по уборке снега, дорога открыта при содействии сопасательных отрядов. Член мужской сборной Восточной Армении по шахматам Шант Сарксян стал победителем турнира Бухарест Гранд Прикс Рапид. На турнире, прошедшем в столице Румынии, Бухаресте, Шант Сарксян, набрав 8,5 очков из 10, разделил первое и третье места, и с дополнительными очками армянский шахматист занял первое место. Второе и третье места разделили два представителя Украины. Призовой фонд за первое место – 5000 евро. Интересные эпизоды из жизни Аиды и Шарля Азнавуров получили дыхание в спектакле на ереванской сцене «Ахпарикас» – Одиссея Азнавуров. Главные герои спектакля – Одиссея Азнавуров, Аида и Шарль Азнавуров. Переданные друг другу, брат и сестра поэтическим языком рассказывают историю своей семьи, представляют крепкую связь Азнавуров и с Мисаком Анушаном. Судьбоносную встречу Шарля Азнавуров с Эдит Пиаф напоминают о трудностях, которые они преодолели прежде, чем с помощью музыки покорить Париж и весь мир. К столетию со дня рождения Шарля Азнавуров спектакль «Ахпарикас» – «Мой младший брат», поставленный по автобиографической книге сестры Азнавуров Аиды Азнавуров Карварент, вернулся на ереванскую сцену. По инициативе фонда Азнавуров спектакль был представлен поклонником шансоя 25 марта в Ереванском драматическом театре имени Горача Капланяна. Шарль Азнавуров был гением, но прежде всего он был моим отцом, отцом, с которым мы много общались, с которым я сформировал свой литературный вкус. Наша любовь к путешествиям была безграничной. Нас объединяла исключительная склонность открывать для себя кухни разных стран. Книгу, конечно, я читал, но с нетерпением жду спектакля, поскольку увижу его впервые. Рад, что спектакль идет на ереванской сцене, и зрители, не говорящие по-французски, получат возможность раскрыть историю благодаря армянским субтитрам. Связь, сформировавшаяся в детстве между Аидой и Шарлем Азнавуром, была крепкой на протяжении всей жизни. Среди поездок, концертов их встреч было немного, но каждая встреча была праздником любви и близости, отметил сын Шарля Азнавура Николя Азнавур. К столетию Азнавура поклонникам творчества Шансанье будет представлен первый художественный фильм о жизни Шансанье «Мистер Азнавур». В фильме задействованы французские и армянские актеры в роли Шарля Азнавура – Тахар Раким. И в завершение новостей послушаем песню в исполнении «Ашух Надзени» и «Размика Багдасаряна» «Зор Тавуш». САРЕРЭТЦЕК ЛЕРНЕРНЕРТВЕЙ АНСАСА «Зор Тавуш» такими были новости на сегодня мира вам и добра